Почти 300 лет истории бесследно не проходят. Как в археологии, культурные слои краевой столицы сосредоточены в центре города. По данным сайта, архитектурное наследие Барнаула – самые старинные сохранившиеся здесь сооружения 18 и 19 веков. Их больше двух десятков. Рядом располагаются те, что чуть помоложе, начало 20 века. Даже с растущими внутри деревьями они привлекают внимание барнаульцев, ожидающих возрождения истории. Как правило, это по силам бизнесу. Но нужно ли это им? Далеко не всегда. Ветхость, отсутствие парковок, многомиллионность лота – самые значимые причины. Само здание предлагается к выкупу по символической цене, но земельный участок, на котором он расположен, он предлагается по коммерческой стоимости, по кадастровой стоимости. Стоило бы отказаться от выкупа земельного участка за большие деньги, можно было бы этот земельный участок передавать в аренду, наряду со зданием. А бизнес уже решит потом, выкупать его или не выкупать. Евгений Лишин, который возрождает торговый дом Сухов, скорее исключение. Он в свое время так заинтересовался объектом, что быстро его купил. Спустя год здесь только завершили восстановление кирпичной кладки в одном из корпусов. Каждый кирпич обрабатывали вручную. Здание попадает под охрану объекта культурного наследия. Те ограничения, которые наложены, они совпадают с моим желанием сделать. Мне нравится очень исторический вид этого красного кирпича. Требования, которые обязывают к кропотливой работе, тоже могут оттолкнуть потенциальных инвесторов. Проект охраны разработан на всю историческую часть города. Где-то речь идет обо всем фасаде, где-то о части, где-то об одной стене. Это вот, например, как это здание, да? Тут кирпичная кладка сохранилась, да, и белые декоративные детали. Вот на этом фасаде кирпичная кладка не сохранилась. Ее просто в определенный момент времени ее просто заштукатурили и покрасили. Вот. Это очень интересная история тем, что, скажем, вот эта часть, она вообще была пристроена в 80-е годы. Но все в целом сейчас человек даже не может различить. Якорь исторической части города – сереброплавильный завод. Но при таком раскладе и при таком подходе он может никогда и не преобразиться. Мне кажется, даже сам Ракшин не знает, сколько будет стоить полная реставрация этого здания. Но я боюсь, что там на миллиарды будет. А нужно же еще какую-то современную функцию дать. Нужно же еще в порядок территорию привезти. А все потому, объясняют специалисты, что на таких объектах действует качественно другой подход. Саму экономику называют экономикой впечатлений. Да, получение прибыли здесь заложено. Но начинается она не с денег. Люди с деньгами, которые появляются, им это не всегда интересно. Когда им начинают объяснять, как устроена творческая экономика в соответствии с обычной, они не понимают, откуда там деньги. Потому что для них это вроде как воздух, который подают. Это каворкинги, дизайн, какие-то студии архитектурные. Ну и не только. Здесь и сувенирная продукция. То есть это все вот то, что связано именно, наверное, больше с творчеством. И с тем, что будет очень хорошо востребовано туристами, ну и любителями исторической части города. Александр Деринг – один из авторов разработки концепции купеческого квартала. Это три улицы. Молотобольска, Льва Толстого, Ползунова. От Социалистического до проспекта Ленина. По сути, именно здесь сосредоточена большая часть исторических зданий. Деринг считает, что в этой части города должна появиться своя предпринимательская экосистема, прокреативную экономику. В ней, кстати, задействуют не только прилавки и стены. В расчеты тут здания, улочки, переулки, проходы во дворах, сами дворы, например, торгового дома сухов. История про квартал – это история про работу всей площадки. Задействуются, собираются всю территорию. Внутренний дворик отлично подойдет для кафе, выступлений, арт-пространства, в конце концов. Это не какой-то производство строительных материалов или продажа отделочных материалов. Это тоже, конечно, сервис, это тоже какая-то продажа. Но это совершенно другая экономика, основанная на цифровизации, во-первых, определенной степени. Это услуги творчества. А теперь давайте посмотрим, чем наполнены наши исторические улицы. Куда, по заверению властей, люди должны приезжать отдыхать, а туристы знакомятся с городом. Молотобольская, Арбат. Здесь есть торговые дома, но продают в них одежду и шубы. Да, сейчас здесь достаточно общепита, рестораны, кафе. Но чуть дальше людям вновь предлагают купить одежду, обувь, армейскую продукцию. На Льва Толстого поразнообразнее. Велосипеды и лыжи, миробоев, ковров и шторы, юридический центр, электрика, фотоцентр, кондитерка. Так зачем сюда идти горожанам? Сначала появляются те, которые мы называем социокультурными проектировщиками, а не те, кто формирует бизнес-планы, которые придумывают, собственно говоря, контент интересный про место и то, что привлечет к этому месту. Значит, вторым тактом формируется вот эта содержательная инфраструктура, которая может заработать деньги. Только третьим тактом там можно уже бизнес-план писать. И начинать нужно, по словам Лисицкого, с поиска местных культурно-символических ресурсов. Если они зайдут аудитории, квартал автоматически наполнится людьми и предпринимателями, готовыми вложиться в место. «Потоки людей – это возможность организовать хорошую плотность на этой территории, множество функций, потому что люди просто так не зайдут. Заходят потоки людей – это следствие. Они не должны заходить. То есть вы должны создать что-то, куда пойдут люди. И это должно быть повседневной моделью их поведения. Это не должен быть музей истории города. В музей люди ходят раз в полгода». Иркутские кварталы – это специально созданная в городе зона исторической застройки, которую бизнес заполнил в считанные месяцы и увеличил прибыль в разрезе года. На это повлияли и правильное проектирование, и правильное наполнение, и позиционирование. Так, например, можно разложить представление сереброплавильного завода. «Какие современные смыслы он генерирует? Там просто сидят некие креативные люди, которые про все, да? Или это, например, проект, куда вы привлекаете людей, работающие, например, с локальными брендами Алтайского края, да? И аккумулируете там их. Или, например, это проект про, собственно говоря, новые технологии, которыми были, собственно говоря, там эти заводы, да? Не знаю, в конце 18-го, начале 19-го века». Но пока такого большого объекта у нас нет. А в существующих специалисты видят массу глупых недочетов, когда бизнес мыслит понятиями «кому надо придет». Туристический квартал спиной к покупателю. Так барнольский маркетолог Светлана Решетникова отзывается о важной детали, о которой думаешь не в первую очередь – витрины. По ее словам, на улицах со старинными зданиями все еще много окон с решетками, окон с ДСП по ту сторону, окон с непонятными объявлениями. Они не приглашают зайти внутрь. Нюанс, но очень определяющий. Однако пока создается ощущение, что улочки для гостей преобразили, а наполнение оставили на волю предпринимателей, которые стремятся зарабатывать деньги через материальный продукт, не учитывая, что работа с историей более тонкая. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком.